Девушки отдыхают 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 Я не знаю, но, судя по всему, что на этом уровне мне лошадь не дадут, да? Я понимаю, если бы главный герой срать садился, это было бы ещё более сенсационно, я уверен. У главного героя очень жидкие усятки такие. Но главное, что у него волосины такие, в щетине, с половиной пальца толщиной, такие стержни такие торчат. Мне кажется, он щетиной может забодать, как, не знаю, как дикобраз какой-нибудь, кого-нибудь щетиной до смерти зачесать, там, не знаю. Но теперь, видимо, по славным традициям игры Call of Duty или Battlefield, я уже не помню, будем штурмовать нефтяную вышку. Была там где-то крайне неинтересная миссия. Или не будем... Этот боец-то вряд ли к штурму пригоден, да? То есть ему там где-то в полевых условиях отрезали руку и ногу, вероятно, всё пытая, и он при этом что-то не истекает кровью? То есть они хирургически отрезали руку и тут же зашили или прижгли, видимо. Учитывая, что не играл ни в одну из частей, да, я вообще не понимаю, о чём идёт речь. Какие-то шифры, какие-то это. Я понимаю бы, если бы эта серия была от и до вся выходила на компьютерах, да, там не было консолей в линейке. Ну ведь, даже если одна часть из серии игр выходит на консоли и в неё играют уже не все, то есть сюжет теряется. Вот. Но я не знаю, говорят, что это легендарная серия игр, блядь. Не знаю, насколько она легендарная, я чё-то легенд никаких о ней не слышал. Я знаю вот серию игр Silent Hill, все знают серию игр Resident Evil. Чё такое Metal Gear, я вообще никогда не был, не был в курсе, вообще за ней не следил. Не было у меня мысли, а пойду-ка поиграю в Metal Gear какой-то там. Убалденный. Нет, пусть он нахуй ебало завалит уже, я играть хочу. Да, я тебя в засос поцелую на прощание, вдруг я не проснусь после этой операции. Не, не, нахуй, я ебал, я натурал, не. У тебя изо рта пахнет, чувак. Вот теперь, когда так близко, я унюхал. Свежей жизни вместе с Ментос. Ха-ха-ха, маску, маску освежающую мы, видите, на морду положили. А вот и наш друг ковбой, гламурный ковбой. Это самый умытый ковбой вообще за всю историю. Где, вот, вот видите, дикообразик такой. Вот, обычно ковбои были чумазые, да. Ну, у нас, как бы, все знают с детства, да, что если в лесу, вот, и в походе захотел погадить, можно вытереть задницу лопухами. У ковбоев там в их распоряжении было два способа вытирать задницу. Либо кактусом, либо ездить на жопе по песку, как собака. Я не знаю, просто чем они вытирали. Это я к тому, что, ну, ковбой не может быть такой чистенький, как вот этот чувачок. Ну, впрочем, это же фантастика. Здесь 70-й год. Афганистан оккупирован с советскими войсками бравыми. Но при этом здесь уже у главного героя есть какой-то айфон. Оружие современное. Он киборг на одну руку. Я что-то не понял. Меня привезли тут, блядь, высадили. И что дальше делать? О, в душ пойти. Смотри. Вот это задание, блядь, от бога просто. Ну, я поставил маркер. Но если бы здесь еще была мини-карта, было бы лучше. А, здесь есть цель. Ну, как в батле прям. Двойная зига. Молодец. Ох ты, блядь. Не спать, солдат, не спать. Смотрите, это все потому, что он черный. Видите, спасибо, говорит. Спасибо за то, что ты меня... Это что ли душ? Нихера какой душ. Может это... Больше похоже на био... На био-парашу. Ну и что, как в него зайти? Вот так. Дожди только, что же кнопка Е горела. Во, давай. Брутальные морские котики моются прямо в одежде. Так, и помылся, и постирал одновременно. Молодец, уважаю. Я так как-то пьяный тоже в ванну. Упал, думаю, что я буду эти джинсы стирать. Сейчас. Мочалочкой потру. И опять мне надо подойти к этому... Тебе что, на бис показать, что ли? Панчинг в Алабе. Паунчинг. Какое-то у него имя странно. Ну что дальше-то надо ее, по-моему, сделать? Ты что, нахрен? Ты что, дух? По артянке мне пошел, постирал с детским мылом, а? Ты что? Кто? Кто? Говори, дяденька, прости засранца. Говори. Это, 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 это надо было сделать? Я что-то не врубаюсь. Для чего это? Бессмысленное насилие. Что это такое? А. И что? Шок. Он в шоке. Ну, негра убить довольно трудно, но... Интересно, а можно его куда-нибудь выкинуть-то? О, ну почти. Я что-то вообще нахуй не понимаю. Что делать-то надо? Выбранная миссия. Demon Dogs. Получить боеприпас, фултон, вертолет. Ну вот вертолет, ну и что вертолет? Господи, какой идиотизм. Может, надо подойти к моему гламурному ковбою, и он скажет, что делать. А, так эта база теперь моя? Слышь, там один Нига на посту заснул, короче. О, смотрите, у меня даже Билл Голберг служит. Здорово, чувак. Ложуха. О, ну я так и понял, что... Где ты прятал эту канистру, чувак? Это поможет мне собрать армию? Там, наверное, этот, Некрономикон завернут армию мертвецов собирать. Ну а далее в игре пошло никак не обыгранное обучение, в котором заставляли заниматься какой-то дедовщиной, душить своих солдат, потом их же эвакуировать, или там еще что-то с ними делать. То есть, какое было начало у игры оригинальное, да, в больнице бегать, спасаться. И на этом, видимо, фантазия у игры просто закончилась, потому что приходишь на свою базу, тебе дают задание, походи по душе своих же собственных солдат. Боже мой, как это классно. Сколько 20 лет в игры играю, такой хренотени еще вообще нигде не видел. Его Иисус призвал к себе, блять, походу. Я не знаю, куда он улетел. На такой скорости он сейчас где-то, наверное, луну пролетает на этом своем воздушном шаре. Далее пошло обучение по управлению своей базой, по какой-то прокачке, какому-то развитию. Это ничего общего не имеет с интересным геймплеем, что бы там себе не вообразили разработчики. Последний раз мне приходилось заниматься развитием своего дома, когда я играл в Assassin's Creed 2, по-моему. И, по-моему, это уже лет 5, как не актуально. Потому что в некоторых играх с этим развитием уже, ну, откровенно говоря, перебарщивают, что теперь, мне кажется, основная часть игры связана с развитием базы, а не с выполнением заданий. Или для толпы просто это развитие прикручивает, как в Безумном Максе. Вроде бы ты можешь, конечно, прокачать убежище, которое тебе вообще не принадлежит. А вроде как это и нахрен не надо, по большому счету. После теоретического курса по управлению всяким говном и развития всякого, опять же, говна, снова предложили заняться дедовщиной. И на этот раз отработать удары и броски и захваты на основу, опять же, своих же собственных подчиненных. В сумме, мне кажется, обучение это заняло где-то около 15 минут. Оно еще не закончилось, но уже успело порядком надоесть. И мне кажется, что это даже, наверное, одно из самых отстойных обучений в играх, которые я вообще в жизни видел. То есть ты избиваешь своих же солдат, которые тебе даже сдачи не дают, и ты слушаешь пиздеж этого гламурного ковбоя. И вот, спустя еще 5 минут и троих избитых солдафонов тебе, наконец-то, дает возможность вызвать вертолет, как я понимаю, и улететь на задание. То есть до этого, мне кажется, ну, может быть, и можно было вызвать вертолет, да? Но я-то не знал, как его вызвать. Это в самом конце обучения сказали, что вот теперь ты можешь открыть свой iDroid, блядь, вызвать свой iVertolet, блядь, и улететь на свое i-задание, которое надо сначала i выбрать. Ай, молодец. Ну и уже в вертолете становится понятно, что никакого открытого мира в игре на самом деле нет, в том понимании, в котором представлял его я. То есть, когда я слышу открытый мир, я всегда думаю о том, что этот открытый мир, можно будет исследовать, что-то там в этом мире находить. Вот, допустим, в Безумном Максе открытый мир. Там ты ездишь, есть быстрое перемещение, все такое. Здесь же у тебя есть база и список заданий. То есть ты выбираешь задание, выбираешь кусок из карты открытого мира, отдельный кусочек, выбираешь, где тебя выбросить, ну, примерно на одинаковом удалении от этой базы, то есть, и уже тебя выгружает, и ты идешь, выполняешь задание. После чего ты снова садишься в вертолет, выбираешь уже следующее задание, тебя снова отвозят. То есть, ну, какой-то в жопу открытый мир. Это точно такой же Хитман, только какой-то не такой, неправильно сделан. К сожалению, я не заснял на видео ту часть обучения, где тебя учат заказывать у небесной канцелярии небесную посылку в виде коробки, в которой ты сможешь спрятаться для стелса. То есть в игре, блядь, которая начиналась чуть ли не как в survival horror, где за тобой гонялся огненный демон и девка-телекинезистка, блин, или как это правильно сказать. В этой игре, сука, ты прячешься в картонной коробке для стелса? Это что, серьезно, что ли? Да, это серьезно. Ну и вот, наконец-то начинается, наконец-то начинается радостный момент, когда дают свободно уже поиграть. То есть спустя где-то минут 20 очередного обучения. Уже, по-моему, третьего по счету в этой игре. Вся суть псевдооткрытого мира заключается в том, что сначала до задания нужно еще добраться на своей лошади. Может, потом, не знаю, какой-то другой транспорт будет. Где-то по дороге вы можете встретить парочку каких-нибудь очень вялых патрулей, к которым можно просто подъехать и, пользуясь слоумоушеном, их застрелить, поехав дальше. То есть, ну, вообще непонятно, вот нахрена нужна эта часть, ведь, ну, добираться до миссии, это далеко не самое интересное занятие. Вот берите пример с Хитмана, там ты сразу прибываешь на место действия, на место, где надо кого-то убить, что-то сделать и так далее. Там же игра не начинается с того, что попробуй туда доберись. Ну, были в первых частях, конечно, такие элементы, но они были не в свободном мире и не в псевдо-свободном мире. То есть, я вообще с этого пригорел. То есть, это... Вот это псевдо-свободный мир, по-моему, это просто лишняя трата времени, чтобы написать, что игры... В итоге, в описании игры, что игра проходится за 80 часов. За 80 часов скучных нихрена не делания. Ну и вот, собственно, мега-коробка и начинается мега-стелс. Какой там рейтинг-то у этих игр хоть? Ну, видать, большой. Кого-то надо убить, а кого? А где он на карте? Он вообще не обозначен. Это что такое? Деревня Шао Гао, блядь, какая-то нахуй. Какое Шао Гао? Стелсую. Профессионально стелсую. Интересно, они сюда не пойдут? Вообще, на видном месте я его завалил. Получи по почке. А теперь бросок. Дзюдо. Почему главный герой не оглушил его, если он сзади был и все равно решил его ударить? Ну, я не знаю, надо ли их отправлять отсюда. Ну, давай отправим, похер. Потом тебя допросим. Сознаешься там в каких-нибудь грехах мелких. Да и отпустим тебя. С миром. Что делать-то надо? О. Что это такое? Получена аудиокассета записи с туалета. Блядь, уже. Не терпится ее послушать. Боже мой, где это? Как слушать кассеты? О. Записи с туалета. Где? Горящий человек. Это не то. Кассета с музыкой. Солдат с больным животом. Вот, наверное. Кто на него напал? А, это... Он очнулся, видимо. Аудиокассета нереально интересная. Вообще, я не знаю, какой дурак, блядь, ее записывал вообще. Как кто-то срет этого. Это, не знаю. Не знаю, насколько и кому это интересно. Мне его ликвидировать надо было. Задание выполнено. Шоу, жопу, сдохни. О, тут и прыгать можно, ни хера. Действие перекат. Нахрен мне действие перекат. Действие вертолет надо вызвать. Поддержка с воздуха даже есть. Действие перекат. Ну, ага. Сопорт-хеликоптер попросил. Не помню, как подозвать лошадь, да и насрать большую кучу. Главный герой очень быстро бегает. Лошадь, наверное, какает в это время. А, он не прыгает, твою мать. Это недостаток, по-моему. Или прыгает. А, прыгает. А, надо что-то дойти действие нажать, да? Да. Дальше стало действительно интереснее. Прям вообще. Просто супер. Прям, блядь. Ну, давайте, короче, ладно, к началу следующей миссии, потому что тут уже явно ловить нехрен. Ну, и была следующая миссия, точь-точь, похожая на предыдущую. Вообще, мне уже писали люди, которые прошли эту игру. Говорят, разнообразия особого до самого конца игры не будет. В итоге, что я хочу сказать об этой игре? Почему она мне не очень понравилась? Я, конечно, не такой великий эксперт, как Антон Логвинов. Но, блин, мне кажется, что разработчик попытался выдать в наглую минусы этой игры за плюсы. То есть, нам лень придумывать такое множество сценариев прохождения стелс-миссий. Да, сочинять сами стелс-миссии нам, естественно, тоже лень. Поэтому здесь мы сделали как бы вариативность прохождения. То есть, игрок может пройти миссию, как ему удобно. Он может высадиться, как ему удобно. Доехать на лошади до базы, как ему удобно. Все вообще делать, как ему удобно. Но нам-то лень придумывать, как сделать правильно. Пусть игрок решает, как все делать. То есть, в итоге игра, ну, я не знаю, она имеет какие-то, да, свои там возможности. Вызвать вертолет, вызвать солдатов на подмогу. Но интересно ли это? Вот в чем вопрос. Как бы в Shadow of Mordor тоже можно было группировки орков сталкивать лбами друг с другом? Смотреть, как они их дерут, как они друг с другом дерутся. Это, да, это новое слово в геймплее. Это смотрится свежо, оригинально. Но кроме этого, в игре должно быть что-то еще. У меня вообще после полутора часов игры в эту игру, да, ну, помимо того, помимо миссии пролога, мне кажется, мне начало, вернее, казаться, что миссия в больнице, да, пролог этой игры, он взят вообще из какого-то другого произведения. Он ничего общего не имеет с тем, что началось позднее. То есть, какие-то, там какая-то мистика была, прям какая-то невероятная хрестная, что творилось. Вот пролог реально интересен. Но дальше игра только разочаровывает. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что Кодзима только пролог здесь сочинял. Все остальное какая-то, какой-то фуфломицин, короче говоря, простым языком. То есть, игру вообще хочется, ну, каждую миссию хочется рашить. Ну, по стелсу прошел одну-две. Дальше идут опять снова такие же миссии, что их снова стелси, что ли. Ты начинаешь как бы рашить только для того, чтобы посмотреть, ну, что там дальше будет. Что там следующая миссия, когда уже интересно начнется. А интересно не начнется. Это до самого конца игры, как я слышал, что Афганистан заканчивается только ближе к концу. Игры, а до этого все. Афганистан, Афганистан и три вида миссий. Убить, уничтожить, спасти, еще что-то, еще что-то. Короче, не знаю, игра вообще абсолютно не моя. Я не понимаю, для кого ее сделали, как у этой серии вообще могут быть фанаты. Эта игра, как Джаст Каус, только менее трэшовая в отдельных моментах. Вот, хотя отправлять там оглушенных солдат на воздушном шаре в небо, это вот как раз-таки трэш именно в стиле Джаст Куз. Джаст Куз, наверное, правильно, да, игру называть. Вот, поэтому я больше не поведусь на разговор о том, что дальше будет интереснее. По-моему, хватит. Я уже, по-моему, два с лишним часа наиграл в эту игру, интереснее мне не стало. Вот в начале было интересно, дальше какая-то херота поперла. То есть, выполняй побочные миссии, и снова выполняй побочные миссии, еще выполняй. И потом одна, короче, одна из десяти побочных миссий окажется сюжетной в итоге. И причем, ну, скорее всего, придется делать-то все равно все то же самое. То есть, подкрадываться в коробках, вырубать солдат там, как бы, я хрен его знает. По мне так лучше все-таки хорошо срежиссированный, с нормальным сценарием Хитман, где вот есть задача, есть несколько способов ее выполнить, как бы, и никакого там псевдооткрытого мира. На этом, в общем-то, все. Можете оспорить мое мнение в комментах, можете написать свое. Короче, кто-нибудь пишите, чего-нибудь жмите. И адьос. Субтитры создавал DimaTorzok